Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте, в эфире программа «Главная». Меня зовут Амир Чеев. Это национальное телевидение прямой эфир. И сразу хочу сказать, что вы тоже можете принять участие в нашем прямом эфире, просто позвонив на номер 8 800 301 41 42. Звонок абсолютно бесплатно. А говорить мы сегодня будем, друзья, по теме оплаты услуг ЖКХ, качества предоставления услуг ЖКХ. В принципе, все, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством в городе Карабулак. Для этого у нас в гостях люди, представляющие все и службу газа, службу подачи электроэнергии, и водоканал, и представитель мэрии города Карабулак, именно для того, чтобы разобраться непосредственно с ситуацией в Карабулаке. И я думаю, мы начнем, начнем мы в первую очередь с газа. Хотелось бы начать. Руслан Дашлакив у нас в гостях, межрегион газ, Назрань. Руслан Саидович. Ну, проясните ситуацию. Какова ситуация на данный момент именно в Карабулаке? Как люди платят? Платят ли вообще по сравнению с предыдущими годами? Изменилась ли ситуация в лучшую сторону? Ну, в общем, ситуация, да, меняется, меняется в лучшую сторону. То есть, работа ведется. Допустим, с 1.05.2017 года, как всем известно, у нас создана новая компания, то есть, ООО «Межрегион газ» Назрань. Ранее была Пятигорск. То есть, начислено по городу Карабулак, даже не будем цифрами углубляться, то есть, в общем, оплата составила с 1.05.2017 года 68%. Единственное, в апреле месяце, пока мы наблюдаем очень большой спад, очень небольшая оплата, всего 25%. То есть, ну, мы в этой связи работаем, как бы проводим рейдовые мероприятия и так далее. А приносят ли рейды какой-то результат? Вы проводите рейд, откликаются люди на это, идут навстречу? Да, рейды, конечно, дают свои положительные и отрицательные, как говорится, результаты. То есть, для абонента, конечно, негатив, когда приезжают много человек, как говорится, требуют деньги, которые, допустим, есть такая категория абонентов, которые вообще считают, что ни за газ, ни за свет, ни за воду ничего не должны платить, как бы. А чем они обосновывают это все? Ну, как бы, в большинстве своем это, чтобы так не обидно это сказать, может быть, неосведомленные люди, малограмотные или еще что-то. Я не могу понять этот вопрос. С такой категорией людей мы работаем, причем очень плотно. Начиная с элементарных звонков, то есть операторы садятся, мы даем эти списки, конечно, куда нужно звонить, кому звонить. Операторы начинают прозвон данных абонентов, то есть уже, ну, многие, конечно, некоторый процент есть и просто по звонкам откликаются, приходят, то есть, да, действительно, какую-то часть оплачивают, то есть есть положительный эффект от звонков. Параллельно с этим мы работаем по судам, то есть подаем этих неплатильщиков в суды, передаем эти материалы, где выносятся решения, соответственно, в пользу поставщика в сторону нас. И по истечению оно времени, то есть определенного времени, берутся исполнительные листы, передаются приставам исполнителям, то есть уже, и потом уже, если у человека есть доход, там с карты взымается, ну и так далее. То есть как могут. Вот такой вопрос, насколько вообще газифицирован Карбулак? Есть районы, в которых нет подачи газа? Ну, всего вот по нашей базе данных в городе Карбулак 4740 абонентов, по которым мы ведем учет. Негазифицированные как бы, ну, новостройки, то есть самовольные подключения, негазифицированные пока человек себя не проведет газификацию, конечно. Если это частный сектор, то там определенный порядок, по которому он должен действовать, газификация проводится, это все платно, то есть эта работа ведется. А также есть большая проблема, то есть с многоэтажным сектором, многоквартирным сектором. Изначально подрядчик подводит эти сети газифицирован, то есть сдает квартиры газифицированными, и по долгому времени эти квартиры могут быть не заселены, то есть люди не обращаются в Газпром. В ходе, во многих наших рейдовых мероприятиях бывает так, что даже двери не открывают. Но это такой негативный момент, по которому участковых мы привлекаем, администрацию привлекаем, в этом направлении мы тоже как бы работаем. Вот такой вот вопрос, а вот в частных секторах, как часто вы сталкиваетесь с проблемой, скажем так, незаконного присоединения к газу? Да, очень часто. Это буквально вот в предыдущую субботу мы проводили рейд с представителями администрации города Карбулак, газораспределяющей организации, то есть отрезки производились. Было отключено порядка 10 домов в день. В дальнейшем эти факты, выявленные от этого самовольного подключения, будут передаваться именно в правоохранительные органы для дознания, для дальнейшего составления этих материалов, всех процедур, и уже будем подавать на взыскание экономического ущерба, то есть по статье 158, часть Б, пункт Б, часть 3. Данная статья предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, ну или же принудительные работы, или лишение свободы от 6 до... точнее, до 6 лет, ну на усмотрение судей, конечно. Руслан, еще такой вопрос. Руслан, вообще, вот объясните мне, человек, который никогда не занимался, да, скажем так, газификацией своего дома, своими руками, да, насколько вообще опасно подсоединиться вот такой центральной, скажем так, системе газа самостоятельно? Дело в том, что, знаете, часто происходят пожары в такого рода ситуации, то есть, когда подсоединяются к газораспределительным сетям, у нас два вида сетей, то есть низкое давление, среднее давление, три вида даже, и высокое давление. Есть трубы, вот, допустим, по частному сектору, она может проходить, одна труба, низкое давление, где мы подключаем абонента. Есть, допустим, проходящая труба, как магистральная, там среднее давление. Если человек подключается на это среднее давление, то есть все краники, все оборудования, все, что у него дома будет, ставится там, то есть, если наши специалисты это будут делать, в некоторых случаях приходится и к таким трубам, конечно, подключается, но специальное оборудование через него, там, подключают это все, это более, не более, а это безопасно. А если человек сам подсоединяется, и обычно, как это бывает, тянут какие-то белые шланги, сиреные шланги, красные шланги, то есть, они вылетают это все, утечки, потери газа и так далее. Вот о них я вам и говорю, что мы этих данный вид абонентов, не абонентов, а потребителей мы выявляем, и с ними работаем вот в таком режиме. То есть, при выявлении такого самовольного подключения, нами принимаются меры такие, как незамедлительное отключение данного домовладения, дальнейшее, то, что я ранее говорил, передача там вот этих всех материалов в соответствующие органы правоохранительные. Спасибо, Руслан. Это одна сторона этой медали. Друзья, у нас есть сюжет, он, конечно, годичной давности, но тем не менее, мы его сейчас посмотрим, чтобы разобраться, насколько ситуация изменилась за 365 дней. Давайте посмотрим сюжет, после вернемся. Третий микрорайон раскинулся на окраине Карбулака около пяти лет назад. Кирпичные строения чередуются с щитовыми домиками. Асмарт Шарипова живет здесь третий год. Большая семья живет только на ее пенсию. А в щитовом домике так холодно, что дети даже в помещении не снимают верхние одежды. Комнаты греет небольшой обогреватель. Целый апрель в доме Асмарт нет газа. Вы знаете, как мы подключали? Тут же в линии нет газа. Мы проводили, договорились с кирпичным заводом. В течение трех лет, пока не пустят эту линию, мы имеем право, так как люди жили в щитовых домах, это сейчас все застроились, что будут пользоваться газом. Договор с «Газпромом» у Асмарт есть. Только вот для подключения газа нужен еще ряд документов. А пока в доме сетует женщина холоднее, чем на улице. Чтобы наконец разобраться в этой ситуации, в третий микрорайон приехали и глава администрации, и представители «Газпрома». Таких, как Асмарт, с договорами не так много. Но из-за тех, кто договоры заключить не хочет, именно ответственные жители района и страдают. Я-то законно оформил все свои документы и хочу платить за газ, который употребляю. Почему я этого не могу сделать? Потому что львиная доля населения портит систему газоснабжения, которая, кстати, принадлежит на сегодняшний день администрации. «Я в данный момент имею все документы на свою землю, на свой дом. Имею договор с газовой организацией на подсоединение, на установку счетчика. У меня все есть. У меня газа нет». Чтобы заключить договор с газовой компанией, необходимо получить постановление о получении участка, а после права собственности на дом и только затем заключение соглашения с «Газпромом». Все, что останется, установить счетчик. Причина, по которой большинство жителей отказывались заключать договоры – сумма технологического подсоединения к сетям. Она составляет 23 600 рублей. В микрорайоне около 100 домов и почти для всех жителей слишком крупная сумма. К мобильному офису в течение нескольких минут выстроилась очередь, в которой ездят те, кто имеет вопросы по уже заключенным соглашениям, и те, кто не мог заключить соглашение из-за ряда причин. После заключения договоров по этим трубам в дома жителей третьего микрорайона наконец потечет долгожданный газ. Главное, чтобы незаконных врезок в газопроводе не было. В этом случае от подачи голубого топлива отключат весь микрорайон. Ну, как я уже говорил, это было год назад. Год назад, и у меня вопрос снова, Руслан, к вам. Руслан, ну, насколько ситуация изменилась? Насколько люди пошли вне очереди, как обещал Муслим Дзейтов? Пошли ли люди это делать? И вообще проложили газ в этот район? Дело в том, что вот на этом данном мероприятии я тоже присутствовал. Просто так получилось, что как-то в камеру не попал. Да, пошли люди, но немного пошли. То есть там были обещаны рассрочки на технологическое присоединение. Ну, не все это захотели сделать удобнее, когда просто подсоединяешься. То, что показывали, шлангами всякими, трубами непонятными. И по этому микрорайону мы проводили тоже недавно рядовые мероприятия. Улучшается ситуация, но я бы не сказал, что как бы на 100% это все искоренилось. Действительно, если щитовой дом, то пока у данного домовладения не будет проекта газификации, составленного газораспределительной организацией, мы не можем заключить договор на поставку газа. Так как в том случае, если мы его заключим, то ответственность понесем мы. А вообще возможно в щитовой дом проложить газ? Насколько мне известно, этого не должно происходить. И в щитовые домики, вот эти всякие вагончики газ проводить нельзя, при условии, что газовое оборудование будет находиться внутри. Если у них какое-то сооружение на улице, котлы какие-то, что-то делается, насколько мне это известно, то в таком случае, да, можно подавать газ. То есть просто отопление, вот эти вот тепловые регистры, если будут внутри стоять, а котел на улице, то как-то так вот. Ну пока человек не сделает проект с той же газораспределительной организацией, мы не заключаем договора на поставку газа вот в такие домовладения, потому что это очень взрывоопасно и по ГОСТу не проходит это все. Уважаемые телезрители, хочу вас попросить немного подождать. Мы дойдем до МРСК, и вот тогда звоните по вопросам МРСК, просто мы говорим о газе, а звонки все к вам. Но мы к этому еще вернемся. В принципе, вот в общем, Руслан, последний вопрос, наверное, пока к вам. В принципе, в Карбоке, какова ситуация с газом вообще? Насколько хорошо все газифицировано? Насколько вы качественно подаете продукты? Ну, дело в том, что в отличие от воды и света, то есть газ у нас постоянно подается в нужном объеме, как прям все, что написано в договоре, мы исполняем со своей стороны. То давление, которое заявлено при составлении договора, оно постоянно поддерживается. Перебоев не бывает в случае, или очень редко, редко, может быть, в полгода один раз проводятся какие-то профилактические работы. В этом случае отключается газ, и то на световой день, потом ночью возобновляется подача. Но это все как бы рассылка СМС происходит. По телевидению мы объявляем это данные, что будет проводиться профилактика. То есть людей уведомляем, после этого только производится отключение. Спасибо большое. Друзья, переходим к службе МРСК. Тоже вопросы будут по Карбулаку. Адам Магушков у нас сегодня в гостях. Адам Саид Халам. Почему это садится? Ну, практически тот же вопрос в самом начале. Какая вообще ситуация? Платят люди за свет в Карбулаке? Не платят? Насколько качественно вы его предоставляете? Сначала об оплате. Как платят люди? Ну, Масней Мягкой Саид Халычу. Ассаламу алейкум. Алейкум алейкум. Если смотреть, конечно, на... Если аналогично ранее быв... Прошлого года, да, то естественно, там у нас, как и мой коллега сказал, у нас платежи пошли лучше. В этом сомнений никаких нет. Но порядка 50% мы все равно не дорабатываем. То есть и мы как составляющие организации по сборам, и как у нас потребители. Ну, я считаю, что у нас в Карабулаке, в принципе, у нас платежи лучше, чем вообще по всей республике. У нас намного абоненты добросовестнее относятся к этому. Но эти результаты, они недостаточны вообще, в принципе. Потому как, да, у нас позитивы есть, у нас улучшения сборов есть, соответственно, и по отношению к 2015-му, к 2016-му году, к 2017-му году. Но все равно этих мер недостаточно. Мы сейчас... Ну, в принципе, у нас средства сбора практически одинаковые. Они идентичны и по водоканалу, и по газовой службе. Вот. В принципе, одна и та же ситуация. А вот рейды. Морская ведь тоже проводит рейды, правильно? Ну, у нас... Мы вообще, в принципе, хотелось бы отойти от этих рейдов. Ну, вообще неохота, конечно, ходить по дворам, собирать эти деньги, отключения производить, да. Тем более у нас подключиться намного легче, чем газовой трубе. Вот. Вообще мы планируем... Я, по крайней мере, для себя поставил такую задачу, чтобы вообще отойти от рейдов мероприятий, да. У нас база, у нас есть телефонные справочники, да. Ну, в смысле, у нас в базе есть телефонные. Мы постоянно отсылаем СМС-сообщения своим абонентам и пытаемся к этому прийти. На данный момент, да, мы рейды, естественно, каждый день проводим. Они бывают и с автовышкой, бывает, и просто вот у нас специалисты ходят по дворам, обзванивают. А так, те люди, у нас есть центр обслуживания клиентов, да, где у нас база сосредоточена. Там у нас и тоже звонки производят, пытаемся, чтобы люди сами приходили к нам. Вообще, в принципе, ходить по домам, да, и собирать эти деньги, и потом с этими деньгами еще ходить куда-то, сдавать, это неправильно вообще. Ну, по логике вещей это неправильно. Хотелось бы, чтобы люди в любом случае приходили к нам. Без разницы, понимаешь, хочет он оплатить, хочет ли он сверху сделать, да. Ну, главное, чтобы он пришел к нам, разобрался. И тем более, если абонент ежемесячный, там всего потратить надо полчаса, в принципе. У нас много окошек там, да, там место очень хорошее, центральное, да. Да, Магомед, в принципе, в курсе. Вот. Могут просто в месяц один раз зайти к нам, да, сделать свою сверху, посмотреть, что у него, да, с долгом, да. Хотя бы часть оплатить, и это было бы очень здорово. Нам вообще хотелось бы отойти, чтобы этих рейдов не было. Естественно, сегодня приходится совершать и рейдовые мероприятия, и отключения производить, и через судебные станции, да, производить взыскание задолженности. Ну, хотелось бы, конечно, от этого отойти. И мы просим, и пользуясь случаем, хочу сказать, абонентам нашим, да, потребителям, у нас лучшие граждане вообще, я считаю, и не то, что в республике, да, и по всей стране, но хотелось бы, чтобы они к нам приходили. Вот если человек приходит там, да, один раз в месяц, у него вопроса не будет возникать, и по начислению, и по оплате, и по задолженности. Вот большая просьба, чтобы люди просто приходили туда. Ну, мы очень надеемся, что у вас получится отойти от этих рейдов, и что люди станут намного добросовестнее платить за электроэнергию, но выхлоп какой вот сейчас, пока эти рейды есть, получается, как-то платят люди, идут навстречу вам, или все-таки не открывают? Ну, навстречу идут. Ну, если, допустим, даже то же самое, домовладение закрыто, да, отключение производить, это никакого смысла. Ну, это вообще неправильно производить. Почему? Потому что там могут быть и дети маленькие, там может быть еще больной, там инвалид может быть в доме, да. Поэтому, конечно, это очень кропотливая работа, но, конечно, эффект от этого есть, но он тоже двузначный такой, понимаешь? Да, естественно, люди начинают оплачивать, какую-то часть оплачивают, приходят, да, но вместе с этим возникают и конфликтные ситуации. Тем более, ну, ни один человек не хочет, конечно, платить, да, любят почтальонов, которые приносят деньги, да, но не любят контролеров, которые приходят забирать эти деньги. Вот, и конфликтные ситуации тоже возникают. Поэтому мы и планируем, хотелось бы вообще отойти от этого, да, но, конечно, эффект от этого есть, но он такой вот двоякий. Там есть и позитив, да, но есть и негатив большой, потому что и стычки происходят, и конфликтные ситуации, ну, и недовольство бывает, и никому, конечно же, не хочется произвести отключение, да, и чтобы этот человек там на ночь хотя бы там на сутки оставался без света. Ну, мы этого не желаем, в принципе. Но это крайняя мера, к которой мы сейчас прибегаем, но хотелось бы, конечно, чтобы этого не было. Будем надеяться. 8 800 31 41 42, номер телефона прямого эфира. Уважаемые телезрители, звоните, задавайте все свои вопросы по энергоснабжению в городе Карабулак. Еще раз напомню, что мы говорим сегодня о городе Карабулак. А какова вообще ситуация в Карабулаке? Вот насколько качественно и бесперебойно подается электроэнергия к абонентам? Ну, лукавить, ну, и врать, наверное, тоже. Сидеть перед аудиторией, да, наших зрителей, которые там проживают. Их не проведено? Естественно, у нас перебои с электроэнергией есть. Это факт, да. А с чем связаны перебои чаще всего? У нас в Карабулаке, наверное, ну, никому не секрет, что у нас очень ветхие старые сети, да. Тем более город Карабулак, он как поселение, да, наверное, ну, одно из самых старых по сравнению с Назранью, то есть, да, и с Магасом, тем более, да. Ветхость сети однозначно есть. И у нас сети, которые, подстанции, которые расположены на высоте, да, то есть это уже, где вот у нас бурплощадка, да, то есть там проблемы возникают. И там погодные условия тоже влияют, конечно, вносят свои коррективы, потому что ветер очень сильно бывает. Вот сегодня у нас, да, и, наверное, зрители уже будут по этому поводу звонить, да, несколько раз отключалась электроэнергия, да. Вот. Ну, порывы ветра были очень сильные. У нас там местность приподнятая, да, в принципе, где у нас подстанции расположены. Ветхость сетей есть, но у нас вообще, в принципе, получается замкнутый круг вообще, по большому счету, потому что мы все повязаны в этом, в одном. Что газовики, что сетевики, как электроэнергия. Там очень большую роль играют и новостройки. Вот те районы новостройки, которые мы сейчас, к примеру, показывали, да. Отсутствие газа, к примеру, да, это влечет за собой то, что увеличивается нагрузка на трансформаторные подстанции, на электропередачи. Вот. Новостройки, в которых у нас нет коммуникации, а у нас, в принципе, это бич всего, и всей нашей республики, да, у нас практически одни и те же вопросы возникают по новостройкам. Потому что у нас новостройки, земельные участки выделяются без проектов, без коммуникаций. Поэтому бывает нагрузка и на электросеть, да, бывает нагрузка и на газовые службы. Если газ отключили, да, к примеру, там, это уже нагрузка на энергосистему республики. То есть там комплекс этих вопросов, и все это, мы все, получается, от этого страдаем, по большому счету. У нас звонок. Давайте примем звонок, после продолжим. Я думаю, вопрос именно будет к вам. Алло, говорите, вы в эфире. Алло, мы вас слушаем. Спасибо, мы вас поняли. Ну, давайте, Адам, начнем с вас. Ветеран Великой Отечественной войны, человек говорит, обязан платить за газ, свет? Нет, у нас, насколько я в этом вопросе компетентен, да, раньше, по крайней мере, был в этих вопросах, а сейчас я уже занимаюсь как-то другой работой, да. Участники, ветераны Великой Отечественной войны, они, по-моему, если я не ошибаюсь, 100% освобождены от уплаты, да, за них платит государство. Но, вот, и даже другой категории льготников, наверное, просто будут вопросы возникать, да, у наших потребителей. По каждой категории потребителей льготников, да, у нас установлены какие-то нормативы. Исходя из каких-то нормативов, да, это касается и газовой службы, и электроэнергии, да, расчеты ведутся в соответствии с этих нормативом. Но, для того, чтобы понять, да, я, допустим, участник, там, каких-то боевых действий, или инвалид какой-то группы, да, и за это у меня льгота полагается, я не буду платить, это неправильно. Если вы состоите на учете, да, соцзащиты, если на вас поданы документы, если Минфин оплачивает за вас эту льготу, да, то вы освобождены. Или, там, 25%, или 50%, или 100%, это уже как-то по категории льготников. У нас просто возникают такие вопросы, да, что вот человек приходит, я инвалид, там, у меня, там, как удостоверение имеется, да, но он не проходит на нас по базе. То есть по базе не то, что у нас, Минфина по базе. То есть его нет, допустим, там, в соцзащите, да, нет на него документов. То есть это надо человеку оформлять, идти в соцзащиту, да, ну, и защищать свои такие интересы, да. Я думаю, это относится и к газовикам, и к сетевикам, в принципе. Ну, я, дополню, коллега прав, но просто данному абоненту нужно обратиться в отдел субсидий, там ему дадут все пояснения, куда обратиться, с чем обратиться, какие документы предоставить. То есть в Карбулаке отдел субсидий, наш территориальный участок прямо в одном здании находится, то есть могут подойти и на месте все вопросы выречены. Мы, в принципе, от себя нужные документы, да, выдаем тем людям, которые пытаются получить субсидии, пытаются получить свои льготы, да, которые им полагаются. И просто человеку нужно подойти туда. Вот, мы посмотрим по базе, да, получает он льготы, не получает он, какие ему документы нужно предоставить, да, в отдел субсидий. В принципе, это все можно сделать, главное, чтобы человек подошел к нам. Понял. У меня еще один вопрос по энергоснабжению вообще. Какова ситуация вокруг трансформаторов в Карбулаке? В каком плане? Ну, в каком они состоянии? Насколько они старые, насколько они новые? Хватает ли их? Честно сказать, трансформаторов, не то, что трансформаторов самих, да, мощности трансформаторов на следующий момент у нас, конечно, не хватает. Потому что я это предвещаю, эти вопросы говорю об этом. Почему? Потому что у нас, как я уже ранее высказался, да, много районов, да, где нет, в принципе, коммуникации. То есть люди цепляются, да, от тех существующих линий, тащат эти линии, самовольно, да, присоединяются к ним. Вот. Из-за этого, конечно, большие нагрузки есть. То есть без строительства коммуникаций, без проведения газа, света, воды в районах новостроек, да, у нас их там, в принципе, большое количество достаточное. Это все негативно отражается на тех энергоустановках, да, которые уже существуют, и где у нас присоединили абоненты, которые там, ну, по законам, там, по проектам присоединились. То есть те районы новостроек, они, ну, люди в любом случае, они пытаются хоть каким-то подручными средствами, да, присоединиться и тащат эти линии. Естественно, нагрузка на эти трансформаторы идет. То есть у нас идет и перекос фаз, потому что не три фазы уносят, да, ну, как ему легче, да, разными этими проводами, там, и гуперы, и там, десятка, ну, разным способом, короче, пытаются присоединиться. Ну, понять людей, конечно, можно, да, без света прожить, в принципе, нельзя. Без газа можно, воду можно притащить, но свет он должен получить только от трансформатора. Да, или нужно ставить генератор, да, вот. Из-за этого, конечно, проблема с этими трансформаторами у нас есть, потому что и трансформатор начинает греться, да, это и перекос фаз, да, потому что ты же не распределяешь их по количеству абонентов по каждой фазе, да, они, как этот присоединился, этот от него, этот от него, и так вот они. Ну, вот такая цепочка идет. Я поэтому ранее предвещал это все, да, вот без решения вопросов по новостройкам, да, к примеру, это большая задача, это большие средства, да, то есть проблемы с других районов, да, органы, и, в принципе, их невозможно с ней. Мы вас поняли, у нас еще один звонок. Алло, говорите вы в эфире. Мы вас слушаем, говорите. Салам алейкум. Алейкум салам. Вот, Карабулак как раз, значит, трансформатора хотел. Мы вот несколько лет обращаемся, мы во втором микрорайоне живу, Карабулак, где район бойни, там вот хотелось бы вот выяснить у сотрудников мэра, начальника РЭС, вот, трансформатора не хватает, то, ясно, да, бойни, ласт, то, там дополнительно нужен еще трансформатор. Вот, был последний раз на сходе граждан у мэра в Карабулаке, он вроде обещал эту проблему решить, вот, хотелось бы знать, когда она будет решена, и кто ее должен решить, и вот, как раз, там, начальник РЭС, и зам мэра Лаасма Вицык, вот, когда это, закроют, вот, этот вопрос для жителей. Мы вас поняли. Потому что большие проблемы у нас со светом. Спасибо, мы вас поняли. Ну, я думаю, половина уже сказана чуть ранее, но когда будет решен вопрос, говорят, обещали. Я сейчас попытаюсь ответить на этот вопрос, да, хотя вот мы сейчас и говорим, район бойный, да, у нас второй микрорайон, да, естественно, люди, которые живут в передней части, да, ну, уже в старой части этого микрорайона, у них стоит трансформатор 400 КВА. Это нормальный трансформатор, мы повели капремонт, все выходы, все поменяют там, вот. Ну, дальше у нас до железной дороги тянется этот район новостроек. Мы туда выезжали и в ноябре в месяце, да, с бывшим заместителем мэра, и сейчас с Магомедом у нас тесный контакт есть. Да, сход граждан был, этот вопрос поднимался. Этот вопрос был на повестке, да, и вообще, в принципе, планировали решить его в первом квартале 2018 года, но как-то у нас не получилось. Но мы сейчас, вот, после даже этого схода граждан, да, пытаемся изыскать эти ресурсы. Мы уже вместе выезжали с представителем мэрии, да, Корбулака, в частности, с Магомедом Джандиговым, определили место, уже, в принципе, у нас и есть трансформатор. Ну, если коротко ответить, да, мы сейчас, ну, там не просто так вот принести, поставить трансформат, это надо еще линию дотащить, там, там, затраты большие есть. Но я хочу просто, надеюсь, по крайней мере, что мы, вот, в месяц Рамадана наступающий, кстати, всех поздравляю с этим месяцем, вот, мы думаем, что мы закончим это, да, и, по крайней мере, у нас УРЗУ будут встречать уже с нормальным снабжением электроэнергии. По крайней мере, у нас точки соприкосновения есть, мы уже контактируем. Да, мы планировали это завершить, не то, что мы планировали, ранее руководство даже планировало, что мы в первом квартале закроем этот вопрос. У нас даже, по-моему, сюжет этот был тоже, да, там, вот. Ну, тоже этот вопрос, вот, именно по новостройкам. Но мы сейчас выезжали туда, и, в принципе, попытаемся сейчас более-менее, побыстрее этот вопрос решить. Я думаю, вот, именно в течение ближайшей недели-две, да, мы начнем работу, и, я думаю, вот, Магомед, наверное, тоже дополнит. Ну, к Магомеду мы еще обратимся. Спасибо. Ну, а, у нас звонок, да, давайте примем звонок после еще одни вопроса. Алло, говорите. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Асалам алейкум. Погромче говорите. Асалам алейкум. Ва-алейкум салам. Алло, говорите. . давайте продолжим вот именно вот эту волну которую скажем так как на стадионе запустил наш телезритель а вот к вам обращусь я все-таки озарил джан дигов зам главы администрации города карбулак у нас азраил сколько вот человек поблагодарил говорит спасибо отзывается за ваше большое сердце в принципе за ваше большое сердце и вопрос такой сколько всего сделано в карбулаке за последнее время что успели исправить что успели наладить вот мы как местная исполнительная власть прикладываем всевозможные усилия в тандеме с ресурсоснабжающими организациями так как если в тандеме мы с ними не будем работать у нас своих бюджетных средств на модернизацию сетей электроснабжения газоснабжения и водоснабжения их катастрофически не хватает все не только в республике не только в нашем городе но и в целом по стране у нас кризис бюджет города не в состоянии за счет своих средств провести такие комплексные мероприятия по модернизации вот этих энергонесущих сетей так как на это необходимы большие средства но в данном на данном период у нас по линии газпрома ведется активная работа по модернизации сетей в первом микро микрорайоне у нас почти на стадии завершения прокладки новых газопроводов те эти микрорайоны нового микрорайоне микрорайоны где люди своими силами еще в 90-х годах по временной схеме сами прокладывали газопроводы мы соответственно от них не то что мы газораспределительная организация после проведения работ по прокладке сетей газоснабжения вот эти старые сети будут отключаться будут каждым на каждом для каждого абонента вводится газопровод для подключения домовладения вот при проведении этих же работ мы сталкиваемся с такими проблемами с такими жалобами со стороны населения как что они разрушают покрытие уличное покрытие дорожного полотна также прилегающие территории тоже население где-то частично благоустроена где-то у кого уложена тротуарная плитка вот у нас по нескольким улицам недавно были жалобы со стороны населения что там у них газопроводы имеются но тем не менее они в программу включены мы установили контакт с газовиками которые заказчиками вот этой работы внесли корректировку за актеру или там представители газпрома приехали газораспределительные организации приехали все это было за актировано внесено корректировку в программу именно по части газификации проблем у нас в городе в принципе нет есть проблемы которые единичные проблемы где люди сами не оформлять свои домовладения соответственно без оформления домовладения газораспределительная организация не может выдать технические условия на присоединение к централизованным сетям газоснабжения это вот в этом случае это есть пассивность самого населения что касается электроснабжения да у нас сети электроснабжения очень ветхие старые вообще есть новые проложенные теничу районов новые проложенные в микрорайонах как таковых у нас вот за последние пять лет чтобы проведена работа по прокладке нету но с руководством мрска ингушетии нами про проводятся переговоры проводить мероприятие по модернизации наших сетей сейчас там насколько мне известно разработана программа модернизации сетей не только сетей но и энерго распределительных установок в рамках этой программы руководство морского то я недавно встречался султаном течоевым на что нас заверили что концу на четвертый квартал текущего года и в первом полугодии девятнадцатого года по в рамках этой программы у нас планируется проведение комплексных работ по улучшении ситуации с электроснабжением в тех микрорайонах где у нас нету централизованного электроснабжения есть там такие сети по временной схеме которые люди сами прокладывали сами как бы своими силами но и вот как представитель мрска пояснил вот на таких сетях идут огромные потери и до абонента доводится уже как бы не совсем качественная услуга друзья еще раз напоминаем мы в прямом эфире вы тоже можете принять участие в нашей программе просто позвонив на номер 8 800 301 41 42 у меня еще один вопрос к мрска вот вы начали адам попробуйте закончить вообще вот вы лучше наверно знаете что планируется в карбулаки для улучшения сетей для улучшения линий электропередач потому что вы тоже и зрел оба отметили что они очень ветки есть вообще в планах вот у вашей компании ну вы наверное в курсе да что у нас и в далак вы и в кантыш его полу полностью поменяли сети да там новые линии построили новые трансформаторной подстанции поставили ну вот как ранее сказал да дженригов у нас вообще планируется что у нас пилотный проект по крайней мере до сегодняшнего момента мы так планируем что это будет у нас карбулак и янгри так как там ситуация более такая серьезная в этом плане мы планируется что у нас сейчас деньги на модернизацию да но именно карбулак она затронет мы от нас и мэр ахмед битьев встречался с султаном течоин да мы планируем что пилотные программы у нас будет именно в карбулаки что модернизация сетей вообще в принципе начнется отсюда с города карбулак в планах это есть но мы пытаемся просто сейчас своими силами у нас и теми средствами которые мы имеем до поддерживать его нормальном рабочем состоянии и то что мы сейчас говорили да про второй микро район этот район бойни да так называемым так легче говорить вообще я думаю мы уже там определили трансформаторную подстанцию 632 я думаю мы сейчас вопрос именно в этом районе снимем вот своими силами у нас подключилась и активное население которое там проживает да будет оказывать ну уже как-то в тройственный союз у нас будет и мэрии и сами жители этого района дает но и мы как организация которая будет произвести эти работы спасибо спасибо дам большое друзьям переходим мы наверное к самому важному у нас гостях хамзат суки в замдиректор губ ингуш регион водоканал хамзат цельхолщин ни для кого не секрет для жителей карбулака вопрос водоснабжения один из самых больных вопросов самых болючих да и как вообще обстоят дела в карбулак в карбулаке с водой с подачей воды в целом по подачи дела обстоят неплохо подраз коммуникациями подаем очень качественную воду подаем свое время естественно бывает и сбои бывают но если отключить электроэнергии естественно все насосы наши прекращаются это всем понятно мы должны понимать и пока все эти резервуары наполнится пока все эти сети заполнится естественно проводит какое-то время бывают еще порывы у нас постоянная бригада вот на дню зам мэра да не да соврать на дню ну два три порыва это это как минимум все эти порывы нужно устроить если мы начинаем работу по порыву естественно необходимо приостановить насос то отключить насос естественно там многие жители остаются на на время на короткое время пока отремонтируется до остаются естественно без воды а так вода в карбулаке качественная и подается другое дело сколько времени уходит на то чтобы ликвидировать ну смотря если там просто порыв какой-то бывает и разрыв больших вот труб да там уже тяжелее потому что вот эта труба она закопана очень глубоко там три-четыре метра три метра иногда это не ровно проходит естественно вот этот экскаватор его ковшом не доходит до конца а зачастую да вот порыв разрыв вот этой трубы происходит внизу там уже вручную приходится выковыривать все это дело да и чтобы естественно что подлез туда под низ это очень трудоемкий процесс но и тем не менее мы же не можем сказать что трудоемкий процесс у нас не получится активно нам в этом помогает мэрия если бы без их не помощью у нас бы не получилось вы как по сборам как по ремонтам по другим делам а водоканал карбулак но это это есть мы регион водоканал они наши поставку город осуществляют региона это это на наши наши сети правое дело вот с оплатой вот немного задерживать очень слабый сбор ежедневно ежедневно приходится отрывать людей мы постоянно пересекаемся с энергетиками с газовиками у нас есть бригада специально выезжая даже вот конторские наши работники да так называем ежедневно мы выходим на сборы платежей потому что у нас мы государство унитарное предприятие мы на хозрасчете там ни с правительством ни откуда денег ждать не приходится то что мы сами соберем это и есть наши сборы поэтому конечно очень бы хотелось попросить производили там небольшие суммы производили чтобы оплату в принципе завода платить легче всего как и полегче всего да и удобнее всего там есть и окошки есть вот рядом с энергетиками у нас там есть окно любое почтовое отделение человек может прийти произвести оплату это небольшие деньги поэтому приходится как говорится сами выходить ситуация да вот проводить вот эти рейдовые мероприятия а вот как вообще выглядит структура работа в случае кого-либо прорыва в городе короблак администрация города обращается в губ ингуши регионов не только администрация когда порыв происходит там звонки начинают поступать у нас есть специально центровизованная диспетчерская служба моментально до нас это доходит очень быстро даже даже быстрее чем мэрию и тут же выезжают бригаду моментально начинаем бригада все-таки выезжает от вас про обязательно обязательно а у администрации своей бригады который может на месте работать но они помогают они помогают у них как таковой на своей бригады нету но а договор есть заключен у нас есть и договор есть и ну взаимодействие есть с администрации у нас есть сюжет на тему водоканала ну вообще сборы рейд в короблаке тоже сюжет не вчера сняты но тем не менее мы хотим для сравнения его посмотреть а потом позадаем еще вопросов или давайте посмотрим сюжет о том как проводили сборы по воде в городе короблак к каким только мерам не приходится прибегать ресурсопоставляющим компаниям чтобы потребители платили по счетам энергетики устанавливают в каждом дворе приборы учета нового поколения газовики же сами приезжают с мобильным офисом чтобы оформить каждого кто не может добраться до головного и привести в порядок бумаги чтобы честно платить задолженность примерно задолженность населения за потребленную воду составляет около 28 миллионов данное мероприятие направлено на не на принудительное взыскание этих долгов мы больше даем на их сознательность пытаемся как бы уговорить дело в том что на сегодняшний день наше предприятие имеет большую задолженность перед электропоставляющими организации потому что ежемесячно нам приходится за добытую воду оплачивать за электричество около 10 миллионов это также ложится на наши расходы не считая зарплаты реакция у каждого потребителя конечно разные кто-то просто не открывает дверь другие реагируют довольно агрессивно но большинство понимает что платить за то что взял обязанность каждого таких принципов придерживаются чаще представители старшего поколения например и сада урбеков помнит времена когда воду приходилось носить из колодца и нынешних удобств не было даже в самом богатом доме тяжелее всего приходится контролерам которые занимаются сбором платежей кто-то встречает их добрым словом а бывают и неплательщики чувств сознательность не разбудить ни словом ни делом но лида бокова ко всем старается относиться с пониманием зарплата сотрудников водоканала и состоится заплаченных счетов но не только скважины из которых качают воду в каждый дом и сам процесс тоже не бесплатные рейд ведомства недолго будет носить такой мягкий характер в случае накопления большого счета злостный неплательщик будет отрезаться от водоснабжения против по отзывам ваших сотрудников пытаются люди платить пытаются но не платят платье платье слабо если допустим вот мрск да вот они приехали с вышкой взяли отрезали провод там им легче как говорится да давайте мы сделаем паузу примем звонок от телезрителя человек уже давно ждет говорите алло говорите вы в эфире алло добрый вечер добрый я к вам обращаюсь я такой примерный плательщики и хотелось бы примерно нормальные получать услуги коммунальные в карабулаке я живу по гулиево 67 в конце нашей улице трансформатор стоит но он работает энергетики знаете как он работает чуть подул ветер там совершенно слабый и сразу он выбивает это одно второе на подачи на входе сто сорок пять сто шестьдесят ни один прибор нормальный бытовой не работает это одно второе вот рядом по этой же улице работают 23 часто человека потребляют электроэнергии днем и ночью вечером компьютер не включишь унисон к работающему мотору там же помпу что у них работник моргает моргает когда наведут в конце концов порядок спасибо но вопрос адаму опять же когда наведут в конце концов порядка прошу человек трудно конечно сказать когда закончится вести порядок на ходу наводить мы его пытаемся каждый день вот я сейчас отметил в принципе именно этот адрес на где у нас этот трансформатор в общем взяли на контроль да когда я продолжу с хамзатом потому что осталось много вопросов но друзья в карбалаке с трансформаторами вы уже слышали что работают в этом направлении пытаются решить эту проблему и поступательно я надеюсь что решат хамзат не оплачивать люди воду а вот мне интересный вопрос если служба газа может обрезать трубу перекрыть газ если электровики могут просто отрезать провода а как с водой что вы делаете вы же не можете просто взять трубу отрезать естественно мы не можем мы поэтому да и постоянно проводим вот этот рейдовые мероприятия до объясняем разъясняем людям если мы допустим отключим от воды многоэтажный дом 20 процентов 10 процентов если оттуда добросовестные плательщики конечно они возмущаются почему мы почему мы страдаем из-за них видите тут как бы ситуация тупиковая становится тем не менее все говорят вот необходимо проводить какие-то мероприятия проводим разъясняем как вот каждое домовладение да нет наверно такого домовладения в карбалаке где не приходил бы наш контролер с просьбами показываем ежедневно ежедневно им показываем вот сколько они должны платить сколько не оплатили у нас есть база прекрасно работает если есть какие-то сомнения от карбалака до служа доехать там есть десять минут можно обратиться и ко мне можно пройти любое время я открыт любое время открыть также директор наш за эту пустим пускай любое время подходит мы покажем и базу покажем ну все 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 условия для них платить естественно мы не можем ходить отрезать вы сказали что практически каждый день бывает два-три порывы правильно а без просто возникает вопрос наверно у телезрителей тоже возник этот же вопрос а за что платить если мы полдня без воды сидит не это карбалак большой полдня карбалак не может сидеть без воды никогда не сидел администрация подтвердить ну порывы бывает часто если допустим если образовался какой-то порыв для того чтобы его устранить необходимо но минут 40 30 мы живут всего полчаса до полчаса для того чтобы вода дошла еще еще нужно стойки же вот тогда мы приостанавливаем это же не свет моментального дохода по трубе должна вода пройти поэтому там я вас понял спасибо большое мы бы с удовольствием пообщались с вами еще у нас наверное очень много вопрос и у телезрителей и у нас но друзья режим прямого эфира увы время подходит концу друзья это была программа главное меня зовут амир еще и в платите за услуги жкх и непременно пользуйтесь своими правами чтобы получить льготы всего доброго до свидания